Так, уже неплохо. Все белые дела, это хорошо. Вот, смотри, стежок идет. Нет у тебя ветка? А вон, ведь. Направление и скорость ветка у меня нет. Система «Безопасный регион» – уличное, видеонаблюдение и специальный аппаратно-программный комплекс. Позволяет отслеживать ситуацию на дорогах. Большинство камер на территории Волгограда, но их число постоянно растет, так что зона покрытия в режиме онлайн все время расширяется. Сейчас, в настоящий момент, у нас установлено около 700 камер в городе Герой Волгограде. За последний год в рамках проекта интеллектуальной транспортной системы было установлено более 70 камер вдобавок к тем. Информация о ситуации на дорогах поступает сюда из нескольких источников, и специалисты тут же могут проверить ее достоверность, просто переключившись на нужную камеру. На интерактивной карте у нас показано сейчас поворот на улицу Базисную, то, что есть затруднения в движении. Вот, пожалуйста, картинка с этого перекрестка. В данном случае мы видим, что затруднений в движении нет. Это в режиме реального времени. Система позволяет увидеть реальную картинку с места, и если требуется реагирование, тут же передать данные в профильную службу – дорожникам, коммунальщикам, скорой, спасателям или ГАИ. Мы смотрим, по какой причине там происходит затор, есть ли он на самом деле. Потому что ядекс показывает красный, а затора там на самом деле нет. В дни снегопада и гололеда этот опасный центр мониторинга работал буквально в круглосуточном режиме. Невская, перекресток идет в Мамаево-Курган. Вот у нас бензовоз, бензовоз, проехал медленно и забуксовал. На основном он там дрифтовал минут, наверное, 15. Все дни, пока в регионе бушевала непогода, здесь непрерывно отсматривали ситуацию на самых сложных участках, а также проверяли данные, поступающие из других источников – интернета, мессенджеров, сообщения граждан и экстренных служб. Вот здесь мы видим на экране картинку, вот он бензовоз. Вот зафиксировали наши камеры, вот он остановился в опасной близости от перекрестка. Вот мы видим, он стоит на аварийке, буксует. Оператор-диспетчер принял решение связаться с соответствующими службами. Департамент городского хозяйства организовал приезд на данное место комбинированной дорожной машины, которая в результате зачистки дорожного покрытия позволила сдвинуться этого бензовоза с места. Буксует автомобиль, требуется повторная обработка участка трассы. Нужно отрегулировать светофор или куда-то срочно направить экстренные службы. Все эти решения благодаря системе «Безопасный регион» можно принять предельно быстро и проконтролировать, как решена проблема. Прислали сюда комбинированную дорожную машину, вот она видно, вот она подъезжает, вот он стоит, она подъезжает сюда и начинает осуществлять помощь, чтобы он сдвинулся, устроился в место. Внедрять алгоритм «Безопасный регион» начали еще в рамках подготовки Волгограда к Чемпионату мира 2018. С тех пор система развивалась, стала расширяться зона охвата и ее технические возможности. Поэтапно под видеоконтролем окажутся все территории региона. У нас сейчас умные светофоры установлены уже и в городе Ворском, мы можем там регулировать движение. Соответственно, распространяется наша система видеонаблюдения и на областные центры, то есть мы тоже там будем и уже можем контролировать ситуацию с дорожным движением. И то есть система развивается. И планы развития системы у нас составлены вплоть до 2023 года. Уже сейчас в «Безопасный регион» интегрировано более тысячи различных камер и каждый год подключаются новые. Областные власти предоставляют аппаратно-программную основу, а муниципалитеты на местах определяют приоритетные точки для видеонаблюдения. Камеру мы сейчас смотрим вот ровно вот на этот кусочек. Видите, он уже здесь у Яндекса желтый. То есть вот движение не затруднено. И траваи едут, и, соответственно, транспорт едет, и общественный транспорт, и такой едет. Региональный центр управления транспортом – это одно из направлений системы «Безопасный регион». Здесь мониторят в режиме онлайн работу дорожной сферы, управляют светофорами, ведут диспетчеризацию общественного транспорта, обеспечивают оперативное реагирование в нештатных ситуациях, а также готовят аналитику и инженерные расчеты. Мы являемся как раз одним из первопроходчиков на острие атаки, что называется. И многие системы, которые внедрялись в нас, которые у нас уже внедрены, в частности, тоже управление светофорными объектами, широко охваченная сеть видеонаблюдения, другие регионы приезжают, перенимают у нас опыта. Екатерина Алтухова, Екатерина Донцова, Сергей Григоренко. Волгоградская правда. Специально для канала Волгоград-1.